Всем огромный привет и сегодня мы рассмотрим метового, интересного и сильного героя Луи. Луи поистине могущественный маг, ее навыки наносят массовый урон и способны наложить контроль по нескольким противникам. Она может уничтожать тонкие цели за очень короткое время. А ее ультимейт является стратегическим оружием, которое переносит как вас, так и ваших союзников на огромное расстояние. Герой на самом деле прост в игре, но достаточно сложен в освоении, особенно для новичков. Прежде всего вам потребуется познать инь и янь этого персонажа. В этом видео мы подробно ознакомимся с умениями и механикой Луи, рассмотрим актуальную сборку и наиболее подходящие на нее эмблемы и таланты. И чтобы лучше понимать как устроен этот замечательный персонаж, давайте рассмотрим ее умения. У Луи всего 4 способности, 3 активных и 1 пассивная. И начнем мы разбор ее навыков, естественно, с пассивного умения, двойственность. Наблюдай за звездами и ищи свой путь. Итак, навыки Луи создают на поле боя метки. Инь и Яна. Метки накладываются на вражеских героев. Их можно увидеть рядом с полоской здоровья. Каждая метка длится 6 секунд и имеет свой радиус действия. Меток всего 2, светлая и темная. Каждый раз, когда мы используем первый навык, их цвет меняется. Соответственно, если у первого навыка светлый цвет, то на противника будет наложена светлая метка. И наоборот, если темные, то темная. В плане количества у меток нет ограничений и они накладываются на все пораженные цели. Вместе с тем, метки невозможно наложить на лесных монстров, обычных крипов на линии, черепаху или лорда. Пометить можем вражеских героев и призванных юнитов. Кроме того, они способны накладываться через объекты, то есть через атаку тех же героев, крипов, лесных монстров, призванных юнитов. Противоположные значения меток вызывают реакцию инья, нанося дополнительный магический урон, отмеченным вражеским героем, оглушая их на 0,3 секунды и притягивают друг к другу. То есть мы должны наносить по целям урон разными цветами первого навыка и необходимо, чтобы цель или цели с противоположными метками были в радиусе другой. Отмечу, что достаточно одной метки, чтобы она вступила в реакцию с другими. Не забываем, что наложенные метки висят на противнике 6 секунд, а это значит, что если один вражеский герой подойдет к радиусу противоположной метки другого игрока, то они немедленно стянутся и получат контроль. Но если перед вами только один вражеский герой, то с помощью накладываемых на него меток вы не сможете вызвать такую реакцию. Для активации эффекта притягивания нужно как минимум двое противников, ну или использовать второй навык, но об этом чуть позже. Каждый раз, когда Луи применяет новую метку к уже отмеченному вражескому герою, она получает щит, а также 30% дополнительной скорости передвижения, которая уменьшается в течение двух секунд. Размер щита может суммироваться до трех раз, то есть когда поражаете противника метками снова. По игре, когда у вас мало здоровья, спамьте первым навыкам по одной и той же цели, чтобы получить щит и ускорить героя, соответственно больше уронов питаете и шанс выжить будет выше. Щит и увеличенную скорость передвижения от крипов, лесных монстров, лорда и черепахи не получим. Эти бонусы появляются только тогда, когда на противнике изначально висит метка и соответственно, в том числе поражая призванных юнитов, увеличенную скорость передвижения и щит активируем. Контроль, естественно, массовый и способен прерывать некоторые умения врага, об этом мы еще поговорим. Базовый урон Луи также невелик, если вы не активируете, конечно, ее пассивный навык двойственность, поэтому важно комбинировать знаки Инь и Ян вместе. В общем и целом, игра за Луи во многом основывается за счет ее пассивки. Играем отметок. Теперь поговорим о первом активном умении Луи – Дисперсия. Там, где есть свет, есть течень. Луи направляет энергию Инь-Ян в выбранном вами направлении, нанося магический урон первому пораженному врагу и тем, кто находится за ним в веерообразной области. Пораженные вражеские герои отмечаются соответствующим знаком – темным или светлым. Ваш первый навык способен накапливать до четырех зарядов в Дисперсии и получает новый заряд каждые восемь секунд. Луи также немедленно получает заряд каждый раз, когда срабатывает реакция Инь-Ян. Причем неважно, сколько противников вы столкнете, заряд восполним только один. Тип навыка меняется при каждом применении, то есть изменить его цвет, состояние навыка можно просто применив умение воздух. Для его активации цель не нужна. Это основное заглянание Луи, которое следует прокачивать в первую очередь. Дисперсия имеет короткое время восстановления, но низкий базовый урон, и со старта игры можем его использовать для зачистки волн миньонов и пометки вражеских героев. Лучшая и самая обманчивая часть Дисперсии – это ее веерообразная область, и фактически радиус поражения находится за пределами указанных границ навыка. Помните о большом радиусе действия и используйте его с пользой. Некоторые умные враги не собираются в кучу. В этом случае вы можете использовать противоположные значения первого навыка на героях, которые недалеко друг от друга. И как часто бывает, что во время командного боя такие противники в конечном итоге сближаются и благодаря пассивке притягиваются друг к другу. Или наоборот, это позволит вам разделить противника, что в итоге облегчит вашей команде задачу по их уничтожению. Если вы играете против лои, то есть она враг, то не собирайтесь с товарищами по команде в одном месте. Просто держитесь на расстоянии, чтобы избежать получения массового контроля и дополнительного урона. Естественно, первым навыком надо наводиться. Иногда требуется предугадывать движение цели наперед. Навык можно применять очень часто, но его использование зависит от зарядов и маны лои, и в этом плане она очень прожорливая. Поэтому без необходимости старайтесь лишний раз навык не тратить, особенно когда у вас не появятся предметы, восстанавливающие ману. Несмотря на накладываемые метки на противника, если цель зайдет в кусты, то она скроется от нашего взора. В общем, метки местоположения противника не раскрывают. Конечно, мы можем проверять при помощи первого навыка кусты, но, к сожалению, противника не раскроем. Однако, если навык пролетает всю дистанцию, значит противника в кустах нет. А если мы видим анимацию рассеивания, значит там враг. Также, если вражеский герой со способностью маскировки применит свой камуфляж, когда на нем висит метка, то он скроется. Но при этом метка на самом деле продолжит на нем висеть. Ну и думаю, понятно, что когда мы наносим урон с навыка, то в любом случае раскрываем такую цель. И висящая на нем метка хоть и не видна, но среагирует с противоположной или вашим вторым навыком. Противник, наложенный на него метки, снять с помощью очищения или навыков с эффектами очищения не может. И вы в любом случае активируете эффект стягивания. Когда играете против такого героя, как Сан, то метки повесятся как и на оригинальное тело, так и на его клонов. И благодаря разным меткам можем столкнуть и клонов, и оригинал. Перезарядка умения, вне зависимости от его уровня прокачки, всегда составит 1,2 секунды. Каждый раз, улучшая навык, увеличивается его базовый урон и сокращается время накопления зарядов с 8 секунд до 6,5. А сейчас перейдем к обзору второго активного навыка «Ротация». Активируя умения, Луи призывает огонь Ян и воду Инь в указанном вами месте, нанося магический урон пораженным врагам и замедляя их на 60%, но всего на полсекунды. Затем ваш навык в виде круга остается на месте в течение 6 секунд, нанося постепенный магический урон ближайшим врагам каждые 0,7 секунд. Состояние этого умения, как и первого навыка, меняется при каждом применении. У навыка отличная дистанция. Вторая активная способность «Ротация» также может вызвать реакцию пассивного умения Инь Ян с метками противоположных атрибутов. Для вызова реакции пассивного умения требуются те же условия, что и для первого навыка, то есть если метка на враге светлая, а область второго навыка темная, то противник притянется к центру умения. И если на противнике светлая метка и он стоит в радиусе светлого круга, реакцию Инь Ян не вызовем. Как вы уже заметили, второй навык не накладывает на противников никаких меток, и если враги покинут зону действия второй способности, они смогут избежать эффекта контроля. Также и наоборот, если противник с противоположной меткой зайдет в зону действия второго навыка «Ротация», он получит реакцию пассивки. Если в зоне действия второго навыка будет несколько противников, то реакция затронет только тех врагов, по которым вы попали и наложили соответственно противоположную метку с первого навыка. А когда вы попадаете по нескольким противникам, то реакция затронет всех. По игре выгодно сначала использовать первый навык, а затем второй, так у врагов будет меньше шанса сбежать, и мы активируем эффект притягивания и нанесем больше урона. Также рекомендуется, чтобы у Луи всегда были разные цвета первого и второго навыков, так вы постоянно будете находиться в боевом состоянии и сможете активировать реакцию инь-ян, даже если противники нападут внезапно. Когда устраиваете засады в кустах и вам нужно изменить состояние навыка, то кидаем в ту сторону, где эффект умения виден не будет, иначе можем спалиться и враг нас раскроет. При бегстве изначально лучше использовать ротацию, особенно против героев, у которых нет навыков рывков, а затем метку дисперсии, чтобы активировать двойственность и оттянуть противников назад. Ну и как мы понимаем, благодаря контролю с пассивки, как отметок, так и при помощи второго навыка, мы сбиваем огромное количество умений врага. Например, когда хилится Халид, ультимейт Фаши и ее птицу, запросто сбросим Линга со стены и в принципе сбиваем большое количество других навыков противника, но к сожалению, уровня контроля не хватит, чтобы, к примеру, сбить щит Лолите. И как мы видим, она отражает наш первый навык, и на нее даже метка не повесится, и стянуть ее при помощи первого и второго активных навыков не получится. Ультимейты Гарду, Чене, Адетти, Клауду также не собьем, требуется контроль уровня выше, например, отцепенение, подброс, либо превращение. Во время действия контроля противник не может двигаться, использовать базовые атаки и свои навыки, и как вы видите, они просто блокируются. Когда получили первые два навыка, на линии АФК не стоим, стягиваемся на ключевые объекты, черепаху, лорда, союзные или вражеские бафы, да и просто на битвы, чтобы помочь товарищам по команде. У вас достаточно урона и хороший контроль, у союзники будут только рады вашей помощи, главное, не забывайте комбинировать метки и навыки. Крипов на линии также очень просто забирать при помощи первого и второго активных навыков. Благодаря пассивке и комбинации своих навыков, у вас на ранней стадии игры уже хороший взрывной урон и тонкие цели противника, например, стрелков, магов, убийц, вы можете просто взорвать. Первые два активных умения имеют отличнейшую область действия, что делает Лои сильной против больших групп противника. Кроме того, эффекты навыков сохраняются на поле боя в течение 6 секунд, что в последующем может нарушать вражеские строения. Необходимо обратить ваше внимание еще на одну особенность игровой механики. Итак, все мы знаем, что максимальный показатель перезарядки навыков составляет 40%, но этот порог можно увеличить, нам просто нужно купить предмет «Зачарованный талисман». Собственно, покупаем айтем и видим, как порог перезарядки навыков увеличился с 40% до 45%. «Зачарованный талисман» отлично подходит на Лои, ведь он также регенерирует запас маны в хорошем количестве. При значении перезарядки равным 45% навыки Лои будут обладать следующими преимуществами. Во-первых, она может быстро накладывать дисперсию до 5 раз первого навыка, при условии, что у вас уже изначально имеется 4 заряда. Помним, что когда срабатывает реакция иньян, вы тут же мгновенно восстанавливаете себе еще один заряд первого навыка. Ну и как следствие, мы увеличиваем количество применения этого умения. Второе преимущество 45% перезарядки заключается в том, что время восстановления второго активного навыка «Ротация» будет длиться всего 6,6 секунды. А это, как мы понимаем, всего на 0,6 секунд больше продолжительности нанесенных на противника меток. В общем, мы чаще будем применять умения «Ротация» и нам легче будет вызвать эффект пассивки по отмеченным целям. Так подробно рассказываю для того, чтобы вы понимали, какая польза может быть от некоторых предметов. И не обязательно на Луи достигать уровня перезарядки в 45%, о сборке на Луи мы подробно еще поговорим. И кстати, сокращение перезарядки навыков вы приобретаете в том числе благодаря ультимейту, но об этом тоже чуть позже. Так как ваши первые два навыка наносят массовый урон, то вы можете без проблем активировать по нескольким целям некоторые эффекты от предметов. Например, массово поджечь противников благодаря пылающему посоху. Со второго умения эффект предмета работает еще лучше, ведь когда противники в радиусе действия навыка, то он наносит урон каждые 0,7 секунды. И соответственно снова поджигает врага. Оба навыка и пассивка хорошо сочетаются друг с другом, и в игре есть полюбившаяся многим комбинация с двойным стягиванием. Ее суть заключается в том, что у вас изначально первые два активных навыка разного цвета. Первый навык кидаем во врага, вешаем на него метку, затем используем опять первый, но уже в сторону, и снова наши первые два навыка разного цвета. Затем используем второе умение, срабатывает пассивка, и пока действует второй навык, опять применяем на противники первую способность. Двойное стягивание можно осуществить и другим способом. Так отмечаем противников разными метками, они сталкиваются, затем снова отмечаем их меткой и даем второй навык другого цвета. В комбинации не торопитесь использовать метка, как и круг со второго умения, длятся 6 секунд. Трюк с двойным оглушением на постоянной основе не всегда получится, и надо использовать, особенно в поздней стадии игры, поскольку каждая секунда на счету, а ваш контроль нельзя откладывать. Первый навык Луи в любом случае хорошо помечает несколько врагов, и при помощи второй способности сразу стягивает их. Короче, действуйте по ситуации. И чтобы такие комбинации реализовать, следите за стаками первого навыка, когда зарядов мало, то ничего может не получиться. Вторым навыком можем проверять кусты на предмет засад, и противника мы раскроем, но в том случае, если наведемся только с середины второго умения. Если наведемся краем, то противника не раскроем, но когда дадим противоположную метку в кусты, то он стянется к центру второго умения. Перезарядка навыка на любом уровне прокачки всегда составит 12 секунд, улучшая умение увеличится его базовый и продолжительный урон. Ну и наконец, рассмотрим ультимативный навык Луи, отвлекающий маневр. Искажение пространства и времени Применяя умения, Луи создает вокруг себя круг телепортации и отмечает целевое местоположение как пункт назначения. После задержки союзные герои, включая саму Луи, внутри круга будут телепортированы в конечное место. Подготовка телепортации длится 3 секунды. Понимать, когда сработает телепорт, можем по анимации сводящихся друг к другу двух кругов. Во время такой подготовки вы можете свободно передвигаться и атаковать, даже если вы получите контроль, то все равно будете телепортированы. Благодаря ультимейту многие наложенные на вас навыки могут прерваться, например, ультимейт Гавеневры, ультимейт Ван Ван, причем Ван Ван переключится на другого героя, если тот не улетел вместе с Луи. Ну и также, к примеру, можем прервать подготовку ультимейта Иня. У ультимейта есть пассивный эффект, который сокращает время перезарядки навыков Луи. Так, прокачав ультимейт один раз, мы приобретаем 6% сокращение перезарядки навыков. Прокачав второй раз, получаем 8%. И на максимальном уровне 10%. Таким образом, если вы играете на Луи с эмблемами мага и, к примеру, приобретаете себе магические ботинки и зачарованный талисман, то у вас уже будет максимальный процент перезарядки навыков. Изначально рекомендую вам ознакомиться с использованием ультимейта, поскольку он позволяет уменьшить масштаб камеры и расширить обзор карты, что поначалу может сбить с толку. Вам также понадобится некоторая практика, чтобы переместить индикатор ультимейта в точное место. В общем, попрактикуйтесь с наведением. Даже если вы перетащите круг телепортации за пределы карты, вы окажетесь у ближайшей стены. Причем, если телепорт будет достаточно далеко от взора противника, он вас не увидит. Но если будем тпшиться близко, то есть в радиусе видимости, то враг вас может заметить. И конечно же, противник может видеть конечную точку вашего телепорта, когда применяем его и в других местах. Но если мы направим центр навыков кусты, то враги не увидят эффект телепортации. Если противник сам находится в кустах, то мы его увидим, то есть раскроем его местоположение. Ультимейтом мы в принципе просвечиваем любую область на карте. В случае, когда нам не нужно телепортироваться, то просто выйдите из-под радиуса действия навыка. Когда идет подготовка к телепорту, то у радиуса телепортации есть два круга, внутренний и внешний. Так вот, внешний сужается. Если вы или ваши союзники стоят на краю внутреннего радиуса круга, то вы все равно телепортируетесь. Но если стоим в радиусе внешнего круга, то переместиться, к сожалению, не сможем. Вы телепортируетесь союзниками и перемещаетесь в том же порядке, в котором все участники становятся на телепорт. По игре, конечно, будет лучше, когда все станут в кучку ближе к центру, чтобы аккуратно переместиться и вас не раскрыли. Как мы уже знаем, когда на нас наложат контроль, это не помешает нам телепортироваться. Но герои с определенными навыками могут вытолкнуть нас из радиуса телепорта до того, как заклинание закончит действовать. Так что будьте осторожны. И если это произойдет, то постарайтесь вернуться обратно в радиус навыка. Если вас привязывает Дигги и вы тпшнетесь недалеко, то его связку не разорвете и вернетесь на место контроля. А если телепорт дать на достаточно отдаленное расстояние, то привез Дигги разрываем. Если привязывает Сильвана с ультимейта, то никуда мы не перемещаемся. Когда привязывает Чичи и вы с союзником стоите в радиусе ультимейта, то переместитесь. Но если один из вас стоит вне телепорта, то переместиться не сможете. Когда ультует вас Минситар, то вы свой ультимейт применить не сможете, он блокирует ваш навык. При этом первые два активных навыка будут доступны для использования. Если Минситар ультует вас после того, как вы активировали свой ультимейт, то вы переместитесь. Думаю понятно, что с помощью ультимейта мы переносим только союзных героев. Вражеских героев, обычных крипов, лесных монстров, лорда-черепаху не переносим. При этом мы также не сможем телепортировать некоторых призванных юнитов союзников. Например, порождение Заска. Или когда сам Заск будет в ультимейте. Голема Виксана телепортировать также не получится. Но ваш союзник его запросто может призвать к себе. Питомца Пополя Купу, как ни странно, переместим. Ультимейт Луи можем комбинировать с навыками союзных героев. Например, Хаебуса может заранее поставить тени и потом телепортироваться обратно. Такой же труп, конечно, может провернуть и Харли со своей шляпой. Клауду при помощи Декстера такая функция тоже доступна. Если ультанет Бартс проглосит противника в момент телепортации, то вы перенесете и Бартса, и врага. Конечно же, есть и другие связки с телепортом Луи, но они не очень полезны и эффективны по игре. Рассказал в основном для информации. Каждый раз прокачивая ультимейт, мы увеличиваем радиус его применения. То есть телепортироваться можем на более дальние расстояния. Ультимейт можно использовать по-разному. Например, для того, чтобы выбраться из сложной ситуации или спасти свою команду, в том числе жертвуя своей жизнью. Либо мы можем получить позиционное преимущество над противником. Конечно же, без проблем можем устроить засаду и ничего не подозревающего противника легко забрать. Также можем сместиться с командой на ключевые объекты, лорда или черепаху. Зачастую телепорт используют и для того, чтобы просто быстрее перемещаться по карте или между линиями. Ультимейтом также можем запутать, обмануть противника, показать врагу телепорт и тем самым привлечь его внимание. Ваш телепорт имеет стратегическое значение и варианты его применения зависят от вашего опыта, логики и фантазии. И ультимейт, конечно, экономить не стоит. Надеюсь, вы понимаете, что Луи будет намного эффективнее, когда вы играете в пати и у вас есть голосовое общение. Так вы без проблем можете координировать свои действия. Как я показывал ранее, когда Луи играет с эмблемами мага и у вас есть предметы на скорость перезарядки, то при максимальном значении в 45% ультимейт будет откатываться каждые 30 секунд. Также ваши товарищи по игре видят, куда вы телепортируетесь. Когда вы играете в соло ранги, вам могут попасться недобросовестные Луи, которые могут нас троллить и, к примеру, переместить на вражеский трон. Поэтому будьте бдительны и всегда смотрите за конечной точкой отправления. Перезарядка умения вне зависимости от его уровня прокачки всегда составит 60 секунд. Но, как мы с вами знаем, если мы соберем максимальное сокращение перезарядки навыков, то сократим перезарядку ультимейта до 30 секунд. Кроме того, каждый раз прокачивая ультимейт, мы получаем бонус к сокращению перезарядки и увеличиваем максимальное расстояние применения телепорта. Ну а теперь перейдем к следующей части нашего видео, в которой мы рассмотрим наиболее подходящие на Луи эмблемы таланты, боевые заклинания и сборку. Сейчас на ваших экранах представлены предпочтения топ-10 мира игроков. И в принципе все выбирают одно и то же за редким исключением. Как говорится, на свой вкус и цвет. Давайте разбираться. И начнем мы с выбора боевого заклинания. Самым эффективным и полезным боевым заклинанием на Луи считается вспышка. Дело в том, что у Луи нет встроенных навыков рывков или прыжков, а благодаря вспышке вы приобретаете дополнительную мобильность. И соответственно, при необходимости можете выйти из невыгодной битвы или наоборот догнать противника. Также на Луи неплохо подходит флаймшот, при помощи которого мы наносим дополнительный урон противнику. Кроме того, когда вражеский герой находится рядом с нами, мы можем оттолкнуть его от нас и тем самым, к примеру, подтолкнуть под радиус атаки башни или под радиус действия нашего второго навыка. Если в команде противника много героев с контролем, например Тигрил, Атлас, Гвеневра и так далее, можем на Луи взять очищение. Благодаря очищению мы можем снять с себя негативные эффекты заклинаний противника. В общем, выбор боевого заклинания будет исходить от вашего стиля игры, от того, с кем играете и против кого. Теперь давайте рассмотрим наиболее подходящие на Луи эмблемы и таланты. На Луи берем только эмблемы мага, увеличиваем показатель магической силы, сокращаем перезарядку навыков на 5% и увеличиваем магическое проникновение. Первым талантом берем таланты Разрыв и получаем дополнительное магическое проникновение. Магическое проникновение нужно для того, чтобы игнорировать магическую защиту противника. В общем, бить будем сильнее. Вторым талантом возьмите талант Охотник за скидками и на 5% будете дешевле приобретать снаряжение. Последним третьим талантом выбираем Смертельное воспламенение и при нанесении урона превышающего 7% от максимального здоровья вражеского героя три раза подряд в течение 5 секунд наносим дополнительный магический урон. Это в принципе самые распространенные и наиболее подходящие на Луи эмблемы и таланты. Опять же, опираемся на свой стиль игры и состав команд. Ваши таланты могут меняться. Ну и наконец, давайте поговорим о наиболее подходящих на Луи предметах. И начнем с сапог. Тут есть несколько вариантов. Если изначально хотим получить дополнительную скорость перезарядки навыков, то можем приобрести себе магические ботинки. Собственно, эти ботинки сокращают перезарядку наших навыков на 10%. Если хотим увеличить урон Луи, то покупаем сапоги заклинателя. Они увеличивают наше магическое проникновение на 10 единиц. В качестве первого основного предмета на Луи рекомендуется взять зачарованный талисман. Благодаря этому мы увеличиваем показатели нашей магической силы, уровень здоровья на 250 единиц и получаем 20% сокращение перезарядки навыков. Этот предмет, как я показывал ранее, увеличивает вам порог максимального сокращения перезарядки на 5%. Кроме того, каждые 10 секунд вы будете восстанавливать 15% от максимального запаса маны. И если вы на Луи играете с эмблемами мага, ваш ультимейт полностью прокачан, а также вы купили магические ботинки и зачарованный талисман, то показатель перезарядки навыков уже будет равен 45%. О всех преимуществах 45% перезарядки подробно рассказывала ранее. Далее на Луи можем приобрести палочку гения, увеличим показатели магической силы и получим 5% к скорости передвижения. Этот предмет также увеличивает ваше магическое проникновение и в целом снижает магическую защиту противника. Если во вражеской команде много героев с отхилом или щитками, например, Лапу-Лапу, Эсмеральда, Харид, Алукард, Альфа и так далее, то возьмите себе Пылающий Жезл. Этот предмет работает как антихил, то есть при нанесении урона по цели он снижает эффекты щитая регенерации здоровья до 50%. Кроме того, при нанесении урона вы поджигаете свои цели на 3 секунды, также нанося дополнительный магический урон. Этот эффект отлично работает с вашим вторым умением, показывал также ранее. Пылающий Жезл также увеличивает показатель магической силы, уровень здоровья на 400 единиц и повышает на 5% скорость вашего передвижения. На Луи также нередко собирают Пронзающие Небеса, он увеличивает на 60 единиц вашу магическую атаку и повышает скорость передвижения на 15 единиц. Этот предмет помогает вам добивать противника. То есть, когда его порог здоровья опускается до определенного уровня, он тут же умирает. Пронзающий Посох накапливает заряды за каждое убийство, и чем больше у вас будет таких зарядов, тем будет выше порог добивания. Предмет рекомендуется покупать одним из первых, и его берут для агрессивного стиля игры. Чтобы реализовать Пронзающий Посох, вы должны убивать. Собственно, в игре, которая сейчас у вас на экранах, топ-1 мира Луи играет через Пронзающий Посох. Но, как мы понимаем, играет он в команде, и у него уже имеется перефарм. На Луи также можно собрать кровавые крылья, благодаря которым вы увеличиваете показатель своей магической силы. Кроме того, вы получаете щит, который в том числе увеличивает скорость вашего передвижения, пока активен. И этот щит очень неплохо стакается с вашим щитом, который вы получаете благодаря пассивному умению. Если в команде противника много героев с магической защитой, то смело купите себе Божественный Меч. Этот предмет увеличивает вашу магическую силу и значительно повышает магическое проникновение. То есть, бить по таким противникам будете сильнее, игнорируя их магическую защиту. И если в вашем инвентаре имеется и Палочка Гения, и Божественный Меч, то никакие щиты Афины, сияющие брони, не помогут противнику. Урон Луи зависит от вашей магической силы, поэтому приобретаем на нее Священный Кристалл. Он, собственно, существенно повышает уровень вашей магической силы. Бить будете очень больно. В качестве ситуативных предметов на защиту вы также можете купить Бессмертие или Зимнюю Корону. Бессмертие позволяет вам возродиться на том же месте, где вас убьют, а Зимняя Корона дает вам иммунитет к любому контролю и урону на 2 секунды в виде заморозки. Кстати, в момент телепортации вы можете прожать Зимнюю Корону, получить неуязвимость и никто вам не помешает переместиться. Так, теперь маленькая ремарка отступления. Я рассказал вам об основных предметах, которые собирают на Луи. Ваша сборка, конечно же, может отличаться от представленной и не обязательно покупать предметы в том порядке, в котором я их вам перечислил. Собираем предметы, исходя из нашего стиля игры, а также состава команд. Играем с умом, единых сборок нет. В игре также есть предметы, которые в той или иной степени контрят Луи. Вот о них теперь давайте и поговорим. Играем на Стрелке, можем купить себе Золотой Метеор. Он повышает уровень вашей физической атаки, а для Стрелка это очень здорово, а также повышает показатели магической защиты. И когда ваше здоровье падает ниже 30%, вы дополнительно получаете щит. Играя за магу, убийцу, да и в принципе за того же Стрелка, можете приобрести себе Зимнюю Корону. Зимняя Корона это активируемый предмет, прожав который вы получаете иммунитет к любому урону и контролю на 2 секунды. Луи все-таки маг-прокастер, и поэтому Зимняя Корона может уберечь вас от ее комбинаций. У Луи взрывной магический урон, поэтому самым лучшим предметом против нее будет щит Афины. Против магического урона вас конечно также может уберечь и сияющая броня, но она не так эффективна как щит Афины. Луи прежде всего маг, у которой не так много здоровья, а также у нее отсутствуют навыки с рывками и прыжками. И конечно же она боится любого контроля и единовременного взрывного урона. Играем на Луи аккуратно, занимаем хорошую позицию, инициацию отдаем нашим танкам и бойцам, у нас хорошая дистанция применения наших навыков. Своими умениями обязательно наводимся и комбинируем их, чтобы вызвать эффект пассивки. Если все проходит удачно, то мы за один бой на противника можем наложить просто тонну урона и контроля. Ну и ни в коем случае не забываем про свой ультимейт, вы способны перемещать не только себя, но и свою команду на дальние расстояния, устраивая настоящий сюрприз для противников. И если вам понравилось данное видео, то пожалуйста не забудьте поставить на него лайк, вы меня замотивируете и я еще больше буду делать подробных гайдов. Также у нас есть телеграм-группа, в которой приходят уведомления о начале стримов, если конечно же вам интересно, и проходит голосование за выбор следующего героя, на которого я делаю гайд. Собственно, по итогам предыдущего голосования побеждает Чичи, ожидаем на нее гайд в течение недели. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Ну а на этом, к счастью или к сожалению, у меня все. Всех обнял, всем огромное спасибо за просмотр, особенно тем, кто досмотрел данный ролик до конца. Всем до свидания, увидимся!